День города Марина Романюк 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 Елка установлена в рамках внедрения в Рязани туркода В детском городке на Новоселов будет установлена 9-метровая искусственная елка Монтаж дерева ДБГ начнет завтра, 20 декабря В прошлый раз в области произошло ЧП районного масштаба Из-за метели 31 маршрут движения школьных автобусов оказался заблокированным Работа над ошибками Дорожники провели, проезды расчистили И теперь все подобные сигналы будет аккумулировать отдельная аналитическая группа На центральной площади нашего города появилась новая скульптурная экспозиция Авторами проекта выступили Василий и Полина Горбуновы В работе помогали кузнецы Проект удалось реализовать буквально за пару месяцев Бронзовые лавочники, каждый со своим товаром Мешки с колосьями, воробьи и самый настоящий екатеринский рубль Теперь экстерьер торговых рядов украшает скульптурная композиция Это подарок для рязанцев и гостей областного центра Каждая деталь здесь отсылка к истории нашего города Идея проекта у рязанских скульпторов Василия и Полины Горбуновых Корни его истории с 19-го года где-то Потому что впервые эти фигуры появились в проектах реконструкции площади Ленина В 19-м году Но тогда они не имели вид законченного такого решения И в процессе реконструкции про них забыли Про эти фигуры Они были маленькие, ну такие декоративные элементы Элементы декора А в этом году решили вернуться к этой истории Но уже в другом немножко формате Торговая площадь с хлебными рядами Именно так называлось это место по указу Екатерины Великой от 1780 года Здесь ремесленники и купцы продавали все От муки до рыбы Кстати по словам краеведов документов о переименовании нынешней хлебной площади В площадь Ленина как таковых нет Да и в целом по прошествию веков назначение прописанной императрицы не особо-то изменилось Просто перечень товаров стал шире в силу движущей силы прогресса Композицию хлебная площадь создавали в команде Помогали местные кузнецы Наши фигуры все-таки имеют вес Их надо было на такую конструкцию крепкую И поэтому мы применили здесь 16 мм сталь А ее внешний вид он как-то подчеркивает наши торговые ряды Есть здесь такая связь И поэтому, конечно, первое это чтобы надежная конструкция была А второе это элегантность, удобство, легкость Место встреч, знакомств и свиданий Авторы проекта уверены, что хлебная площадь найдет отклик в сердцах людей И станет одной из любимых достопримечательностей областного центра В Путятинский дом культуры с проверкой нагрянула прокуратура Проверяли противопожарную безопасность И кое-что все-таки нашли Внимание! В здании пожар! Всем покинуть помещение! С кнопкой тревожного вызова в Путятинском доме культуры все в порядке А вот с металлической наружной лестницей нет Ее просто даже никто не испытывал на случай пожара И это первое нарушение За ним сразу второе Здесь не ведут журнал, а должны В двери новогодних праздников прокуратурой Путятинского района Совместно с сотрудником Федерального государственного пожарного надзора Проводится проверка соблюдения требований пожарной безопасности В местах массового пребывания граждан, в том числе в районном доме культуры В случае выявления нарушений при наличии оснований Будут приняты меры прокурорского реагирования По закону руководители организации непосредственно отвечают За систему противопожарной безопасности на своем объекте Поэтому несут персональную ответственность В нашем случае руководитель будет оштрафован Жалобы на несанкционированные свалки Одна из самых распространенных Виноваты в их создании не столько какие-то организации Сколько сами жители, которые решили не везти мусор до свалок А выбросить прямо здесь, на вроде бесхозной территории Далее в сюжете расскажем, сколько таких свалок выявлено с начала года И как с ними борются С начала года региональным Россельхознадзором выявлено 13 несанкционированных свалок Общей площадью 8,7 гектаров Это, кстати, больше 10 футбольных полей Устраняли их, что называется, по старинке Через контрольно-надзорные действия, предписания и штрафы Как итог, большая часть свалок, 7 штук, ликвидирована Суммарно очищено 7,5 гектаров В отношении вот этих оставшихся свалок Управлением принято полный комплекс исчерпывающих мероприятий По результатам в 2023 году только было вынесено у нас 15 постановлений О привлечении лиц, субъектов В данном случае владельцев этих земельных участков На которых были выявлены свалки На общую сумму 315 тысяч рублей Все свалки, кстати, расположены на землях сельскохозяйственного назначения Даже в управлении отметили, что если бы земли эти ввели в оборот То вряд ли на них стали выбрасывать мусор Потому, кроме штрафов, всю информацию об этих свалках Передают в органы местного самоуправления Местную прокуратуру и прокуратуру природоохранную Кстати, только в этом году по материалам управления Россельхознадзора Инициировано 5 исковых производств На тех земельных участках, где мы устанавливаем загрязнение Тяжелыми металлами, различными опасными веществами Часто очень бензопирен выявляется Какие-то там тяжелые нитриты, нитраты Вот это является уже загрязнением Это уже причинение вреда почве И те земельные участки, на которых был установлен причинение вреда почве И в случае неисполнения предписания владельцам земельного участка Такой земельный участок может быть изъят В топе по мусоркам Рязанский район Он самый густонаселенный На втором месте Касимовский Замыкает тройку лидеров Чучковский район Кстати, не все владельцы семи ликвидированных за год свалок молодцы Кому-то уже грозил штраф А парочка из них оказались, наоборот, образцовыми После профилактических мероприятий, так сказать, последнего китайского предупреждения Свалки убирали Осталось еще шесть на площади 1,4 гектаров Штрафы юридическим лицам доходят до 400 тысяч рублей Партнер программы «День города» Икра и рыба Камчатская До 24 декабря выставка продажи возле главного входа в торговый центр «Премьер» Микрорайон Борки ждет модернизация В ближайшем будущем здесь появится благоустроенная набережная, детский сад, причал для маломерных судов, вертолетная площадка, 4,5 километра новых дорог и многое другое, но обо всем по порядку Это Барковской затон Сейчас здесь можно встретить лишь нескольких рыбаков, но скоро территория полностью преобразится На месте диких зарослей и глубоких сугробов появится самая протяженная в Рязани набережная Согласно плану, ее площадь сопоставима с Лыбецким бульваром или Центральным парком культуры и отдыха Я положительно отношусь, если благоустроить набережную в Барковском затоне «У меня, кстати, большая семья, у меня много детей, и тут очень много семей с детьми, негде гулять» «Ну отдыхать хочется, ну конечно, там все время гулянки были, были троицы, все там и концерты, а сейчас там все заросло, конечно, хорошо бы» Появление набережных – новая тенденция для Рязани В этом году благоустроили пруд Серой Шейки, который быстро стал центром притяжения детей и взрослых Новый проект ждут с нетерпением «Сюда часто гуляем, красиво очень оборудовали, я думаю, нужны» «Смотреть на уточек, на черепашек» «Кормить, да?» «Конечно нужны, это, во-первых, деткам увлечение и приятно самим природу посмотреть» «Красивое лицо города, ездить прогуляться» Прокатиться на сапсерфе, вступить в рыболовный клуб, сфотографироваться в арт-зонах – вот лишь малая часть того, чем можно будет заняться на новой набережной Здесь же появится причал для маломерных судов и вертолетная площадка Это по-настоящему масштабный проект, причем для города совершенно бесплатный Комплексным благоустройством займется застройщик Группа компании «Зеленый сад» уже спроектировала целый микрорайон Это 19 домов, каждый из которых по 8 этажей Не забыли и о социальных объектах В плане новый детский сад, пункт полиции, поликлиника, МФЦ, пункт молочной кухни И, конечно, дороги – 4,5 километра нового покрытия Работы по благоустройству набережной начнут уже в следующем году А значит, в ближайшем будущем микрорайон Борки будет готов встречать рязанцев новой развитой инфраструктурой 19 декабря православный мир празднует День памяти Николая Чудотворца Почитаемого во многих странах святого За что так любят этот образ, расскажем прямо сейчас Николай Чудотворец считается заступником детей, покровителем всех путешественников, моряков, студентов и торговцев Святой Николай был епископом и прославился своими добрыми делами Например, он помогал детям из бедных семей Подбрасывал монетки, еду, игрушки, выставленные за дверь башмачки Еще одна легенда повествует о том, как епископ Николай дал бедной девушке деньги на преданное И она смогла выйти замуж за возлюбленного Память о деяниях Николая в X веке в легендарном соборе Кёльна Впервые начали раздавать сладости маленьким прихожанам А позже в Германии и по всей Европе накануне празднования Дня Николая В домах развешивали башмаки и носочки, чтобы утром найти в них сладости и гостинцы В народном сознании западных европейцев образ святителя Николая слился с вымышленным фольклорным персонажем Так и появился всем известный Санта-Клаус В Германии святого называют Санта-Николаус или просто Николаус Что весьма созвучно с привычным нам сказочным Санта-Клаусом На Руси подарки от святого Николая клали детям под подушку Это были незламысловатые угощения и сладости Яблоки, орехи, печенье, пряники, леденцы По преданию святой Николай творил чудеса при жизни, а также и после завершения своего земного пути Например, он спас свой родной город Мир-Иликийский от голода и помог морякам выбраться из страшного шторма Также в преданиях упоминают случаи, когда святой Николай воскресил человека В Солочи есть церковь, возле которой по инициативе местного мецената установили памятник Николаю-чудотворцу Идентичный памятнику в городе Мир-Иликийский в Турции на родине святителя Сегодня многие люди обращаются в своих молитвах к святому угоднику И он помогает, приносит исцеление и благодать Зафиксированы случаи явления святого Николая перед верующими в храмах и монастырях Вот такой он, святой Николай, добрый волшебник для детей и заступник для взрослых На этом у меня все новости к настоящему часу С вами была Марина Романюк, до свидания Встречай Новый год с камчатскими деликатесами Чавыча, красная икра, белорыбеца Все от производителя С 18 по 24 декабря Рязань, ТЦ Премьер Редактор субтитров А.Семкин